Ребята, всем огромный привет! Это видео практикум для всех, кто интересуется колодой 78 дверей. У меня сейчас идет ремонт, кто не знает, клеится обои и происходят другие удивительные вещи. И наш мастер нам предложил покрыть обои лаком. Так как обои обычные, мы покупали, мы руководствовали с мужем именно дизайном обоев, но не характеристиками моющей, не моющей, мы на это особо не обращали внимания. И, собственно, вот этот триплет и итоговая карта показывают нам, как, что будет происходить с обоями, какая будет наша реакция, если все-таки мастер покроет их лаком. Значит, выпала десятка мечей. Карта всегда неприятного того, что нужно терпеть. Возможно, будет неприятный запах лака. Возможно, мы будем себя корить за то, что не выбрали обои сразу с имеющимися свойствами устойчивого покрытия. Потому что многие изначально моющие обои продаются для кухни, для гостиной, ну и так далее. Плюс это удлинит время, которое мастер будет затрачивать, да. Плюс дополнительные расходы, как и за саму услугу покрытия, так и за лак, да. Который тоже нужно купить и тоже нужно где-то взять. И, конечно, мне не нравится здесь десятка кубков. Да, понятно, что они выдержат воду, но ощущение такое, что либо он будет отпадать. Вот смотрите, очень много вот здесь, тут вот этой вот крошки мебельной на тройке пентаклей. И здесь тоже вот много вот этих вот отпавших кусочков, да, цветы, листики и так далее. Много шелухи. То есть такое ощущение, что он будет вот такими вот хлопьями отпадать потом. Ну и давайте посмотрим, как будет обстоять дела у нас с этими обоями, если мы не покроем их данным лаком. Туз мечей, да, то есть как бы опасность. Опасность, что все-таки могут они испачкаться, эти обои. Вот такой вот момент. Что еще интересного? Луна может показывать все-таки, как мне видится, вот этот страх, что они где-то испачкаются. Но, тем не менее, если быть аккуратными по пажу мечей, он аккуратный, он осторожный, да. Он смотрит, куда он идет, он смотрит, куда он открывает шампанское, куда он открывает томатный сок, да. То есть вот просто вот осторожность, аккуратность. Как мне видится, и по карте императору все-таки лучше. Почему лучше? Потому что здесь выпало два старших аркана, да. То есть я думаю, и плюс решение здравомыслия все-таки на этом триплете, да. То есть вот Туз мечей, это именно наше здравомыслие. А в первом раскладе, вот если вы посмотрите, да, у нас, насколько я помню, не было старших арканов. Вот давайте вместе с вами посмотрим. Да, не было. Видите? А затраты дополнительные были, да. Еще и две карты Пентакли, тройка Пентакли. И времени затраты, и сил, ну и денег, конечно. Собственно, вот таких вот два триплета я специально для вас записала. Надеюсь, вам такая Тару-практика пойдет на пользу. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Пишите ваши комментарии. Пишите, нравится ли вам такой формат. Пишите, когда у вас был ремонт. Пользовались ли вы картами Тару для выяснения каких-то вопросов. И ждете ли вы мой рум-тур. На этом сегодняшнее видео я завершаю. Упс, это был кольцевой свет. Я извиняюсь, немножечко я его спалила, показала вам. На этом увидимся с вами очень скоро. Вы были на канале Элитка Гадалка. Подписывайтесь на канал. Я вас всех очень-очень люблю. Извините, что надолго пропадаю. Надеюсь, ремонт закончится. Я смогу выходить почаще. Всем пока!